Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады новой встрече с вами. Как всегда, в это время расскажем вам о новостях православной Украины и мира. Вы смотрите программу «Мир Православия». Сегодня будет о следующем. Крещение Господне. Праздник, завершающий рождественские святки. Как отмечали богоявления на Иордане? Наш специальный репортаж. Богоявленская топонимика Киева. История одного столичного водоема. Продолжаются праздничные благотворительные акции в столице и в регионах. В среду 19 января мы отмечали один из самых больших праздников церковного календаря – крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Как именно происходило событие, которое легло в основу этого праздника, вспомним вместе с евангелистами. Апостол Матфей в своей евангельской книге рассказывает. «Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. Иисус отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Иисус глаз с небес глаголющий, «Се есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Из-за карантинных ограничений большинство стран закрыто для путешественников. Но в день праздника Богоявления одна единственная группа паломников из Украины побывала на реке Иордан. Об этом в репортаже с места события. Режим посещения многих стран во время пандемии довольно жесткий. Но преодолев все преграды, паломнический центр Украинской Православной Церкви и русская духовная миссия при поддержке коллег со всей Украины организовали единую группу в Иорданию. Эта страна соседствует с Израилем. А граница проходит именно по реке Иордан. Перед тем, как побывать на реке, паломники посетили археологический заповедник. Здесь место крещения Спасителя отмечено остатками небольшой церкви византийского периода. Строение над фундаментом – это беседка накидки. Считается, что именно здесь Христос снял с себя одежду, чтобы войти в воду и принять крещение от предтечи. Но самой реки сегодня здесь нет. Две тысячи лет Иордан медленно и уверенно двигался на запад. Так что до воды нужно пройти почти километр. Богослужение в Богоявленский сочельник начинается одновременно с обоих берегов. Со стороны Иордании молебен служит архиепископ Фома из румынского города Констанца. Он прибыл сюда с группой паломников. А на Израильском берегу чин великого освящения воды по традиции совершает иерусалимский патриарх Феофил. Он трижды под пение Богоявленского тропаря бросает в реку деревянный куст, украшенный благоухающими цветами. Иордан – река пограничная, но она не разделяет страны, а объединяет их. В день крещения здесь можно услышать любой язык мира. Тут поет и небо, и земля, и патриархи здесь, и здесь столько людей. Ну просто радость, которая объединяет нас, и те голуби, которые были, влетели. Ну радость, в общем, мы все переполнены. На следующий день на праздник Богоявления, после литургии в домовой церкви, паломники опять идут на Иордан. Путь занимает менее минуты, ведь дом паломника стоит прямо на берегу. Снова происходит великое освящение воды, но теперь уже на близком и понятном церковнославянском языке. После водосвятного молебна всежелающие погружаются в воды Библейской реки. С дни сего досвящается естество и разделяется Иордан. Через 12 дней после Рождества Христова мы отмечаем крещение Господне. Чтобы своими глазами увидеть, как празднует Богоявление, мы побывали в столичном храме, расположенном рядом с Днепром. Небольшая община Богоявленского храма Киевского микрорайона Корчеватая организовалась 11 лет назад. На престольный праздник, несмотря на крещенский мороз, прихожане стекаются со всего города. Я училась в Лавре на курсах церковного пения, и там познакомилась с Марией, которая является старостой этого храма со своим мужем. И она мне сказала, что здесь служит мой одноклассник. Представляете? И мне Андрей, мой одноклассник, говорит, «Леночка, спойте службу». Я отвечаю, что не знаю. А он, как же, ты ведючишься. Да мы только изучаем гласы, всего лишь стихирное выучили. И через неделю, с Божьей помощью, с помощью людей, которых он мне послал, мы составили эту службу, и вот такая у меня была первая служба. Это парастас, это был Великий пост. В древности праздник крещения Господня называли Эпифанией, что с греческого переводится как явление. Бог явился в трех ипостасях. В древней церкви новообращенные могли принимать таинство крещения только трижды в год, на Пасху, на праздник Троицы и в день Богоявления. Так постепенно и родилась традиция погружаться в этот день в прорубь. Изначально воду освящали только 18 числа. В этот день в праздник крещения Господня совершалось массовое крещение людей. Именно поэтому перед крещением людей освящали воду. Кроме великого освящения воды, праздник Богоявления отличается еще и своей иконографией. Если внимательно присмотреться, то в водах Иордана у ног Спасителя можно заметить странные фигуры. Может показаться, что это языческий бог Нептун, которого побеждает Христос. Но на самом деле морские создания – это море Иордан, соответствующие иконографическим канонам и символизирующие слова Псалтыри. Море увидело и побежало, Иордан обратился вспять. У кого-то купанием в проруби христианство начинается и заканчивается. А для кого-то погружение в ледяные воды Днепра является осознанным продолжением веры. «12 лет мы уже купаемся с друзьями. Место благодатное. Батюшка хороший, приятный. Служба хорошая. Ну вообще в этот день я рекомендую всем купаться, не только моим друзьям. Но после этого ты ощущаешь вообще, ты другой человек. После этого купание ты себя год чувствуешь совсем по-другому. Легко, непринужденно. Жизнь вообще меняется. Ты становишься спокойной, ты ни с кем не конфликтуешь, ты вообще другой человек». А еще праздник крещения Господня – это хорошая возможность вспомнить и свое собственное крещение и осознать, что все, кто во Христа крестился, во Христа оделся, своей жизнью могут являть Бога людям. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и Благодати Божией. Река Иордан более всего известна как место, где Иисус Христос явил Себя людям, Мессией и Спасителем. В дни праздника Богоявления мы решили узнать, почему одно из Киевских озер называется именем этой реки – Иорданское. Какие исторические святыни, традиции и предания связаны с этим водоемом? Смотрим далее. Этот храм в честь святителя Николая Мерликийского. Находится он в промышленной зоне при одной из столичных лечебниц. Однако эту небольшую церковь возвели здесь в память об известной древней святыне – Никола Иорданском монастыре. Этот монастырь основала недалеко от водоема зажиточная киевская семья казацкого старшины Савва Григорьевича Туптала. Они построили этот монастырь деревянный. И в начале 19 века он превратился в Приходскую церковь. Потом, в конце 19 столетия, на этом месте был возведен храм каменный. Но в советское время его уничтожили. Сейчас там промзона, но в память о старинной святыне стоит новая современная небольшая Никола Иорданская церковь. Несмотря на определенную удаленность, сейчас эта единственная действующая святыня напрямую связана с Иорданским озером. Первые исторические упоминания об этом водоеме можно найти еще в письменных источниках Киева 17-18 века. А вот попытки объяснить его название появились столетиями позже. Есть две версии происхождения гидронима. Киевские историки 19 века полагали, что название связано с обычаем духовенства церквей северных пригородов Киева, выходить именно на этот водоем и совершать великое освящение воды в праздник Крещения Господня. Легенда о происхождении названия озера также связана с водами реки Иордан. Правда, она очень романтизирована. Эта легенда рассказывает о паломнике, который поехал в Израиль на речку Иордан. Он там окунулся, а потом решил взять с собой домой воду, зачерпнул ее и потерял серебряный ковш. Потерял, да? А потом вернулся домой, пошел на почайну к озеру Иорданскому, окунулся и нашел этот серебряный ковш. С тех пор люди считают, что река Иордан и речка Иорданская Пачайна как-то связаны под землей. В такую связь поверить тяжело, отшучиваются специалисты. Но с одной речкой озеро связано наверняка, поскольку образовалась из русла речки Иорданской, или, как теперь ее называют, Пачайна. Мы сейчас с вами стоим над руслом речки. Прямо с вами. Вот мы поставили крест, где Пачайна вытекает из озера Иорданского. Здесь 250 метров. Она течет под землей. Вот так под землей протекает под проспектом Бандера, а потом выходит на поверхность. По старинным картографиям, ученые предполагают, что речка Иорданская могла быть рукавом Днепра. Она имела довольно широкое русло, которое в 60-70-х годах XX века заковали в бетон. Тогда здесь началось строительство нового жилого массива – Аболонь. В изначальном проекте строительства района они планировали сделать через это русло мостик. И линия метро должна была идти здесь, по мосту. Но потом они придумали, сделали тут насыпи, пустили линию метрополитена. Это станция метро Пачайна до станции Аболонь. Она уже идет по насыпанному валу. Именно тогда и появились новые очертания озер. Среди них приобрело свой современный вид и озеро Иорданское, образовавшиеся из-за добычи песка при намыве жилого массива. Сегодня активисты пытаются восстановить экологию водоема, вернуть озеру историческую ценность, при этом сделав его современным местом отдыха. Вот рядом происходит строительство парка. Немного раньше озеро расчистили. Расчистили его подводную часть, очень много чего достали. Там были холодильники, телевизоры. С момента постройки района никто его не убирал. Так в урбанистическом пейзаже развивается древнее историческое озеро, которое сохраняет историю нашего края и нашей веры. Почти три года назад Украинская Православная Церковь основала благотворительный проект «Мы вместе никто не одинок». Он направлен на помощь территориальным центрам социального обслуживания в целях социальной адаптации пенсионеров. Инициатива имела все предпосылки для успешного внедрения на территорию Украины. Как она развелась за несколько лет существования – далее в сюжете. Галина Сабепан как никто понимает проблемы пожилых людей. Еще довольно молодой она пришла на работу в территориальный центр социального обслуживания Оболонского района столицы. Посещала стариков, приносила им продукты и лекарства, помогала убираться, готовить, оплачивать коммуналку. Потом стала заведующей отделением дневного пребывания. А теперь, после более чем 20 лет работы, пани Галина уже сама подопечная центра. В этот день вместе со своими подругами она пришла получить подарки от Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. Уже который год они дарят нам продуктовые наборы. Сегодня привезли очки для жителей Оболонского района. Большинство пенсионеров – люди с маленькой пенсией. И это большая радость, когда в наш дом, дом территориального центра, приходят такие люди. Проект «Мы вместе, никто не одинок» имеет три составляющие – душевную, духовную и телесную. Первая предусматривает молебны и беседы со священниками. Вторая – проведение лекций на исторические, искусствоведческие, научно-познавательные темы, а также концерты и экскурсии. Третья составляющая – телесная. Подопечным территориальных центров помогают с одеждой, обувью, продуктами. К нам приезжают православные священники, которые проводят беседы с нашими пенсионерами. Отдельное спасибо нашим правоведам, приходящим два раза в месяц и оказывающим помощь пенсионерам. К нам приходят психологи в рамках проекта «Мы вместе, никто не одинок» и также оказывают высококвалифицированную помощь. На учете в Оболонском территориальном центре около двух тысяч человек. Четверть из них находится в дневном отделении. Остальные получают социальные и бытовые услуги, не выходя из дома. И таких центров только в Киеве больше десятка. Основное преимущество вот этого проекта, первое – это то, что управленческая система, город, район аналогично управленческой системе, епархия, благочиния. Заместитель директора территориального центра выразила благодарность Синодальному отделу Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам за предоставление материальной помощи незащищенным слоям населения Оболонского района и организацию волонтерской деятельности в центре. Мы сотрудничаем с Украинской Православной Церковью почти два года. На сегодняшний день эта помощь очень актуальна. Мы получили продуктовые наборы – более двухсот, новую женскую одежду – более сорока единиц. Также получили оправы для малообеспеченных граждан, состоящих на учете тоже около ста человек. Мы считаем, как церковная организация, что душа человека бессмертна. Нам не важно, сколько человеку лет. Важно, чтобы наша забота, наши труды принесли радость и тепло этой души. И мы в каждом человеке вот эту бессмертную душу видим. Рождественские святки, среди прочего, это еще и время культурно-художественных мероприятий. В этом году количество религиозных зимних фестивалей в Украине увеличилось, по крайней мере, на один. Состоялся он в поселке городского типа Калита, что на Киевщине. Сюда со всей Украины съехались юные таланты, и каждый по-своему прославлял новорожденного богомладенца. Общеобразовательная школа поселка Калита в этот день превратилась в настоящую художественную площадку. Ведь именно здесь проходил новый фестиваль под названием «Рождественские праздники». Настоятель местного прихода, отец Максим Молотков, возглавляет молодежный отдел Бориспольской епархии, и именно в рамках деятельности отдела проходило это мероприятие. Инициативу охотно поддержала местная община. Это очень полезно для детей, для молодежи, вообще для поселка Калита. Калита. С удовольствием приходят на праздники дети. Мы с радостью встречаем гостей и проводим такие мероприятия. У нас фестивалей много, а для молодежи и детей еще не было такого. Вот на этот раз попробуем сделать такую новинку и притворить ее в жизнь, чтобы именно молодежь пела, выступала, проявляла себя. И в то же время, так как это посвящено Рождеству Христову, конечно же, в песнях будем славить Христа. Началось творческое мероприятие молитвенно. Открывали фестиваль гости из Киева. Дуэт сестер, Середенко. Девушки вместе с некоторыми другими участниками фестиваля имеют опыт выступлений не только на светских сценах. Молодые исполнительницы сопровождали благотворительные миссии в зону операции объединенных сил, где дарили радость своего творчества детям-сиротам, инвалидам, военным. Было трудно. Ты ездишь, очень тяжело, рано встаешь. Тяжеловато. Морально, наверное, больше всего тяжело, потому что, когда живешь в Киеве, такая красивая картинка, а когда приезжаешь туда, там какие-то здания разрушенные. Но вообще, когда приезжаешь к детям, то они такие приветливые, открытые, дружелюбные. С отцом Максимом мы познакомились во время поездки в АТО. Они искали детей, которые умеют петь. И мне позвонили. Мы вместе поехали туда дарить детям из интернатов такую сказку. Мне нравится выступать где угодно. Это всегда очень круто. Тебя слушают. Это нравится людям. Очень нравится, когда люди заслушиваются. И потом, если им нравится, они очень аплодируют. И здесь, на фестивале, благодарная публика встречала гостей бурными аплодисментами. В целом, в концерте приняли участие люди разного возраста. От первоклассников до студентов. Выступали певцы из Киевщины, Харьковщины, Донецкой области. Я очень люблю выступать. Для меня это счастье. Мне нравится общаться с залом. Они все такие... Очень много людей, которые на тебя смотрят и хлопают. Это такая радость. Петь в родных стенах не менее ответственно, признается молодой участник. Ответственность чувствуется, потому что нужно хорошо выступить. Ты сначала тренируешься дома, все оттачиваешь, чтобы показать, что ты действительно что-то можешь, чтобы не стыдно было за себя. За активное участие в фестивале юных артистов наградили грамотами и сладкими подарками. Такие фестивали призваны развивать таланты, вдохновлять молодежное творчество, продолжать и умножать наши традиции. Желаем, чтобы это начинание тоже стало доброй традицией. Рождественский парад Рождественский парад. Даже сегодня для многих это необычное словосочетание. Но именно такое мероприятие состоялось на днях в Одессе. Подробнее об этом расскажут наши одесские коллеги. Желаем, чтобы это было не так, чтобы это было не так, чтобы это было не так, чтобы это было не так. По сложившейся традиции, молодежный отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви совместно с коммунальным предприятием «Одессгорэлектротранс» организовали парад рождественских трамваев. По улицам города проехали украшенные гирляндами трамваи, в которых хоровые коллективы епархии исполнили рождественские песни и колядки. Уже на старте акции колядников ждали сотни одесситов и гостей города. Взрослые дети присоединились к параду, став пассажирами праздничных трамваев, а также электробусов, впервые участвовавших в мероприятии. После завершения поездки хоровые коллективы собрались возле рождественского вертепа, установленного на Старосенной площади и славили рожденного Христа. Улыбки, поздравления, радостные лица – это итог сегодняшнего нашего традиционного рождественского флешмоба. Дорогие друзья, пусть все эти радостные эмоции никогда вас не покидают. И вот как год начали, с молитвой, с поздравлением друг друга, с радостью на сердце, пусть в течение всего года Господь сохраняет вас в этом настроении, здравии и крепости. Участники рождественского парада прошли по центральным улицам Одессы, Дерибасовской, Екатерининской, Приморскому бульвару и подарили городу чудесное рождественское настроение. Рождественские праздники издавна отмечают радостно и обязательно с песнопениями, которые сохранились до наших дней и несут в мир благую весть. Прославляют богомладенца Христа и непременно желают хозяевам благополучия на весь год. В завершение посмотрим церковный календарь. 24 января в понедельник чествуем Елецкую икону Богородицы. 25 января вторник – День памяти святой мученицы Татьяны Римской, подвижницы третьего века. В среду 26 января вспоминаем подвижника 17 века преподобного Иринарха Ростовского. В четверг 27 января память святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, подвижницы четвертого века. 28 января в пятницу чествуем подвижника пятого столетия преподобного Иоанна Кущника. В субботу 29 января вспоминаем праведного Максима Тотымского, подвижника 17 века. И, наконец, в воскресенье 30 января чествуем подвижника четвертого столетия преподобного Антония Великого. Это все новости на сегодня. До встречи через неделю. Храни вас Господь!